Всем привет! Вы на канале Процветок, с вами я, Анна Пашкевич, и в этом видео мы обсуждаем такую тему, как ускорение созревания томатов на кусте. В этом видео не будет какой-то особой волшебной палочки, которая позволит одномоментно созреть вашим томатом буквально за одну ночь, но мы рассмотрим некоторые теоретические основы и совместим их с практическими советами в разрезе созревания томатов на кустах. Любое растение растет для того, чтобы оставить за собой потомство. Оно методично засветает, начинает плодоносить, и самое важное, начинает доращивать, например, томаты до того сортового размера, до той характеристики, которая характерна для конкретного сорта, для конкретного куста. Поэтому, когда мы подходим к томату и когда мы смотрим на растущие, наливающиеся плоды, то необходимо себя успокоить и не ждать, что наш томат, не нарастив определенного размера плод, уже начнет созревать. Покраснение, как пожелтение, побурение, приобретение любой биологической окраски, которая характерна для конкретного сорта или гибрида, связано с тем, что растения выделят определенный фитогормон, газ и тилен, за счет которого наши томаты начинают созревать. Если мы обратимся к природе, то очень часто мы можем наблюдать такую картину, когда мы подходим к яблони или груши и видим опавшие, например, яблоки красного цвета, в тот момент, когда на самом дереве еще висят зеленые наливающиеся яблоки. Почему красные яблоки опали? Потому что они, скорее всего, были повреждены или птицами, или какими-нибудь вредителями. И когда растение видит у себя наличие тех или иных деформированных плодов, оно активно начинает выделять в их сторону этот фитогормон этилен, за счет чего они быстро начинают созревать. Затем формируется отделительная ткань, и таким образом плоды начинают опадать. Как же это можно применить к томатам? Любой стресс, любое повреждение плодов тем или иным образом скажется на ускорение созревания томатов. Поэтому если вы прям очень сильно хотите, чтобы ваши томаты поскорее созрели, можно взять небольшую зубочистку и аккуратно сделать несколько таких прокалывающих вещей. Например, у плодоножки на наших томатах. И заметите, как они значительно быстрее начнут созревать. Любое механическое повреждение, как, например, повреждение корневой системы, как это можно сделать? Можно немножко потянуть растение, и таким образом, чтобы корневая система надорвалась. Любое механическое повреждение стебля или листа также приводит к выделению газа этилена, и таким образом наши томаты начинают более ускоренно созревать. По этой причине можно найти большое количество различных рекомендаций по механическому повреждению. Например, стебля, когда делаются разрезы стебля, и в стебель вставляются какие-нибудь деревянные дощечки, для того, чтобы стебель, обрастая, выделял газ этилен, и наши томаты по-прежнему ускоренно созревали. Но самое простое, что можно сделать для ускорения созревания томатов, это, конечно же, обрезать листья. Но необходимо помнить, что любая обрезка листьев должна проводиться с умом. Листья должны обрезаться дозированно, и минимум два листа должны быть оставлены над плодовой кистью, для того, чтобы плодовая кисть получала питание именно из этих двух листов. Поэтому за один раз обрезаем не более двух-трех листов, и как минимум оставляем по два листа над каждой плодовой кистью. Также важно помнить, что когда мы начнем обрезать листья, а наши томаты еще не налились, то, к сожалению, это не приведет к ускорению полноценного созревания плодов. Поэтому в первую очередь дожидаемся того, чтобы наши томаты налились хотя бы на 80% от сортовых характеристик, и только затем приступаем к обрезанию листвы. Что еще можно предпринять для того, чтобы наши томаты лучше и быстрее созревали на растениях? Необходимо помнить, что от момента цветения до момента полного созревания плода проходят в среднем 45-55 дней. Поэтому, когда мы знаем, например, что конец роста томатов в теплице у нас приходится на 30 сентября, это тот день, когда мы заходим в теплицу и все из нее убираем, мы можем спокойно отчитать 55-60 дней, это будет где-то начало августа, и где-то в начале августа уже прищепнуть макушки для того, чтобы полностью остановить рост наших кустов вверх, и для того, чтобы наше растение не тратило силы на рост верхушечной почки, а тратило силы на созревание тех плодов, которые уже завязались. У профессиональных овощеводов также есть один очень простой механический способ для того, чтобы ускорить созревание томатов. Очень часто наблюдается такая картина. В одной кисти завязывается порядка 7 томатов, и, как правило, первые 5 относительно равномерного созревания, относительно равного размера, и какие-нибудь 2 томата более мелкие, они как бы наливаются и растут. И вот в профессиональном овощеводстве всегда удаляются более мелкие 2 томата из полноценной кисти, для того, чтобы они не перетягивали все силы растения на свой налив, и таким образом задается сигнал нашему растению, что все в порядке, можно дозаривать те плоды, которые уже завязались. Поэтому обязательно осматривайте те плодовые кисти, которые завязываются на ваших томатах, и если вы видите менее развитые плоды, то можете наверняка их удалить, для того, чтобы те, которые уже налились и сформировались, вызрели достаточно быстро. Также помним, что любое ускорение созревания можно проводить уже с неавтоматы в стадии восковой или молочной спелости, и отправив их в более теплые температурные условия, для того, чтобы они там интенсивнее и быстрее дозрели. Надеюсь, это видео было для вас информативным. Оставайтесь на канале Процветок. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»